Привет, друзья! Сегодня приготовим с вами очень простое и очень вкусное дрожжевое тесто, которое подойдет для любой несладкой выпечки. Также с нее можно готовить и жареные пирожки, и беляши, и различные пироги, сосиски в тесте пиццы. Оно подходит в 5 раз. Весь список продуктов вы найдете в описании под видео. Обязательно заглядывайте туда. А приготовить это тесто абсолютно несложно. Сейчас все по порядку. К кефиру комнатной температуры добавляю сахар и добавляю сюда сразу же дрожжи. У меня дрожжи живые, мне так нравится больше. Не пугайтесь, кефир у меня с семенами чи, а просто такой вот использовала в этот раз, чтобы красивее получилось. Просею сюда муку. Муку не всю, сначала полкило муки только просеиваю сюда. Добавляю наверх растительное масло и соль. Затем в посудине замешиваю ложкой. Когда уже перестает быть удобно замешивать ложкой, выкладываю тесто на стол, припыляю стол периодически мукой. Добавляя муку, уйдет еще у вас от 100 до 150 грамм муки на подпыл. Зависит от качества муки. Чтобы не забивать излишнее тесто мукой, затем я начинаю смазывать стол растительным маслом и руки. И продолжаю замес. Замешивать нужно около 10 минут. Благодаря тому, что растягивается клейковина, тесто перестает абсолютно вот липнуть к рукам и становится более эластичным. После этого уже можно отправить смазанную растительным маслом посудину, накрыть пленкой и оставить в теплом месте подходить наше тесто где-то на час-час двадцать. Оно поднимается где-то в четыре-пять раз в зависимости от качества дрожжей. И получается очень воздушное. И благодаря тому, что оно семенами чия, посмотрите, какое оно симпатичное у меня получилось. В нашем доме чаще всего из дрожжевого теста мы готовим различные пирожки с начинками, печеные, жареные и сосиски в тесте. Также еще пиццу. Но, конечно же, можно приготовить и беляши, и пончики какие-то с начинками. В общем, полет вашей фантазии. Из этого теста можно все. Все. Накрутила я вот и таких сосисочек. И также пирожки у меня в этот раз будут с капустой. Капуста тушеная, на сковородке. Просто защипываю вот сейчас свою лепешечку. Хорошенечко, чтобы начинка нигде у нас потом не убегала. При плюске. Посмотрите, какие красивые пятнистые пирожочки получаются. Леплю сначала все пирожки, а затем уже начинаю их жарить на растительном масле. Чтобы посерединку где-то доставало растительное масло до пирожочка. До красивой и румяной корочки. На огне ниже среднего. В общем, у меня получилась целая кастрюля пирожков и противень сосисок в тесте. Это очень просто, очень вкусно. Обязательно пробуйте и ставьте свои пальчики вверх. А с вами, как всегда, друзья, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.